Последний раз, когда команды здесь встречались в подмосковных Химках, на арене Химки Краснодар просто изничтожил, уничтожил подмосковную команду, выиграв со счетом 6-0, тогда с удалением в первом тайме Виталия Лысова. Краснодар забил один в первом тайме и отгрузил пять Химкам во втором. Ну и самую результативную победу в истории противостояния этих команд и самая результативная победа для Краснодара вообще в российских соревнованиях была именно против Химок, когда выиграли дома со счетом 7-2, о чем Андрей Талалаев общается с Владимиром Ивичем. Все, матч начался, путь регионов по схеме 4-3-3. Болый футбол играл он за «Зенит», пока же Кади сейчас с мячом передача, удар Спиртиана в ближний угол и на месте Обухов с великолепными данными, длиннющие руки, высоченный вратарь успел сложиться и свою команду выручил. Да, Захар Волков 23-й, Петр Голубович, опасный момент теперь уже у Химок, опасно Корян, маленький Корян перевесел к Гайо. Нормально? Это нормально. Но он чуть ближе к мячу оказался просто и успел выпрыгнуть. Понятное дело, что Кади на полтора или на две головы выше, чем полнощитника положения и с ним все долгое время держался. Вроде все нормально. Дерехов, подача хорошая, подача и вот игрок Ахимок. Мяч покидает пределы поля, тут каждый с каждым, там же еще и Кастаню, Спиртиан ворота закручивает и мяч попадает в сетку, но с внешней стороны. Вот с комментаторской позиции здесь на Волкова падает Кордова, Лемников не дает цветок, а здесь ошибка в обороне. Батчи может забивать, Батчи передача Кади, но кто же останавливает мяч, что в такой ситуации Кади? Ну, вот это от неуверенности, видимо, у Краснодара. Так, Батчи, во-первых, сам опередил Опухова. Бить было уже неудобно, там пошла подстраховка на линии. Давайте смотреть, что здесь произошло. Кордоба упал, весь акцент был на нем. Голубович, он был стопроцентный лидер. Ой-ой-ой, пенальти, пенальти. Даже из комментаторской в Химках было видно, что мяч попал в руку. Ну, вот она. Ну, конечно, конечно, куда же ты ее так задираешь, да, родной? Да, тут настолько все было очевидным. Краснодар в меньшинстве. Хасонов против Акаццо. Удар и 1-0 Химки повели в этом матче. Хороший удар, плотный в нижний угол. Акаццо угадал направление удара, но удар был хорош. Да, такой не потащить при всем желании. Здорово сыграл голкипер Краснодара, но слишком уж хорошо Хасонов пробил. 1-0. Аршак Корян присел буквально на ноги Волгу и потеря мяча. Передача вперед и хороший забег сейчас получается у Химчан. Удар Акаццо выручает. Это удар наносил Тимур Касимов. И Акаццо сейчас, ну, так повышая голос на своих рикошет. Я сейчас говорю, игроку Химок. И снова он у Краснодара. Батчи. Рядом Спертиан. Спертиан внутри штрафной против Голубовича. Удар Спертиана в дальний угол. Рядом со штангой. Неплохое решение от Эдо. Подача Волхова. И скидка головой. Удар Кордобы. Ну и не залезает мяч. Еще штрафной. Кордобы уже падая. Сориентировался. И снова банец. Кордобы оставил мяч. Удар Спертиана. Обухов выручает. Классно разыграно. Вот что должен делать Краснодар при такой насыщенной. Эктов атакует. Кордобы снова развернулся. Передача. Акадевый. Это удар. Краги. Это слишком сильный мяч. Перелетает всю штрафную. Успеет Нитфуллин. Да, успевает. Но как раз как Нитфуллин коснулся мяча. Свисток Кирилла Левникова отправляет команды в раздевалки. Отдыхать. Перерыв. У нас в сетке вещания очень много. Много футбола ожидается во втором тайме этой встречи. Уже восьмой угловой Краснодара в матче. Виктор Са. Виктор Са под право убрал. Удар в ближний. Их только что буквально Владимир Ильич подозвал. И ждем этой перестановки. Руденка активно вошел в игру. Сразу мяч обработал. Передача пяткой. Прострел. 2-0. 2-0. И Саенко не радуется. Поднимая вот так аккуратненько ладошки вверх. Браво Химки. Браво. Это супер атака была сейчас и с приемом Руденкой. И передачей пяткой. И прострелом. Ну и правила бывших. Кому бы это нравилось. Кому не нравится. Но оно работает. И Саенко вообще никому не забивает. Надо было дождаться матча Кубкова против команды его воспитавшей. Чтобы отличиться в Кубке вот в такой важный момент. Надо смотреть не было ли там положения игры. Нет. Здесь все чисто. Давайте еще раз посмотрим. Здесь нет положения игры. Конечно. Здесь все чисто. А вот то. То. В первый прием мяча. Нет. Здесь все чисто. И здесь у Руденко все чисто. Да. Все правильно. Он грудью мяч подрабатывал не было никакой игры рукой. Ну и дальше мы все прекрасно видим. Вот здесь. Вот здесь тоже момент. Вот здесь момент. Вот там расчертили, нарисовали. Тот энергозатратный футбол, который играет Химки, дает результат сегодня. А вот Гордова момент. Еще раз опухов. Еще раз опухов. Спертян. Удар выше ворот. Ну не скажу, что пробел плохо. Не идеально, конечно. Если бы идеально, то мяч в итоге оказался бы в воротах. Химки идут вперед. Тереков. Хорошо. Голубович. Двое. Неплохо. Руденко. И Кривцов снова с мячом. Кривцов готовит удар. И на месте Обухов. Вот казалось бы, да, Алакун Лялусикун. Перед ним Химки, Зеленоград. И дальше там... Поэтому выбирал него. Представители. Сейчас Руденко. Выхто один на один. Руденко. Арбитр. Видно по результату, как она подавлена. По игре в целом сегодня были хорошие позитивные моменты Кривцовна. Кроме того, что забить. Пока не могут. Кордова. Втащил мяч в штрафную. Падение Лемников показывает, что все чисто. Здесь уже задержка мяча. Игра останавливается. Кордова опять. Что на испанском у Лемникова? Лемников не говорит по-испански. Объясняет по-русски. Там ничего не было. А мы смотрим повтор. Кордова от Воротынова уходит. Стамин. Корпус. Берковский. Автор голевой передачи. Берковский смело обыграл Эктова. И здесь здорово сыграл. Берковский. Перекладина. Шикарный удар. Здесь Берковский здорово сыграл. Нашел коридор. Убрал Черникова. Пробил. Повезло. Не повезло в этом матче. Где-то не повезло. Да и команду поддержать. Браво Химки. Браво Химки. Подмосковная команда абсолютно по делу заслужена. Не пропустив сегодня от Краснодара. Редактор субтитров А.Семкин